С 1998 года границы территории Алматы расширились, а город стал вдвое больше. Присоединились 27 населённых пунктов. С ними пришли проблемы – социального, транспортного характера и инженерной инфраструктуры. Пошла хаотичная застройка, что тоже создало трудности, сказал зам Акима. В итоге система равномерного и сбалансированного развития территорий города нарушилась. Появились новые жилые массивы с развитой инфраструктурой, а другие территории продолжали ветшать и деградировать. Анализ текущей ситуации показывает, что только исторический центр Алматы отвечает большинству требований моделей компактного, комфортного города. Он имеет хорошую пешеходную доступность к школам, детским садам, объектам здравоохранения, культурно-бытового наследия и общественным пространством – развитую транспортную сеть. А ещё, как и в любом городе, проблемным является вопрос дорожного трафика и транспорта. Общественный транспорт неэффективен. В 2023 году истекает срок эксплуатации 360 автобусов. В 2025 году – 950 единиц. По техническим причинам автобусы сходят с маршрута по 300 раз в день. Есть и другие проблемы. Тариф в Алматы не менялся с 2012 года. И сегодня формируют убытки автобусных перевозок. Всё это время город субсидирует разницу по убыткам. Объём субсидий, выплаченных частным перевозчиком из городского бюджета за 2017-2020 год, равен 78 миллиардов тенге. За последний год сумма субсидий составляет 56 миллиардов тенге. Это в текущем году. На сферу медицины и её модернизацию, развитие, обновление будут затраты в размере 222 миллиардов тенге. Из них 102 миллиарда – частные средства. С 2023 до 2030 года будет поэтапно модернизирована инфраструктура 25 существующих многопрофильных и специализированных стационаров. До 2025 года будет построен новый корпус центральной городской клинической больницы на 600 мест. А также модернизированы такие крупные стационары, как 4-я и 7-я городская больницы и два роддома города. Основной упор будет сделан на развитие сбалансированной сети первичной медико-санитарной помощи с единым стандартом работы служб и оказания услуг. Для обеспечения принципа шаговой доступности и оказания полного перечня клиника диагностических услуг с 2023 года запланировано строиться 11 новых поликлиник с учетом прогноза по приросту населения, 8 из которых уже планируем завершить к 2025 году. Чтобы решить этот и другие городские вопросы, в Маслихате обсуждалась новая программа развития Алматы до 2025 года. У нее целых семь целей, подчеркнул Дусаев. Это комфортная городская среда, это устойчивый экономический рост, управляемая урбанизация, социальная устойчивость и стабильность. И зеленый Алматы, смарт-сити и безопасный город. Есть и много других актуальных вопросов, требующих внимания. Все они будут внимательно рассмотрены и решены в рамках программы развития города Алматы до 2025 года и среднесрочной перспективы до 2030 года, утвержденной сегодня Маслихатом.